Добрый вечер, друзья! Уж полночь, близится... Ну, я утрирую. Сейчас где-то полодиннадцатого вечера. Такой длинный день вышел. В полдесятого я пришел на работу. Значит, что-то не слабо. Тринадцать часов получается. Ну, вышло так. Должны были подъехать ребята, поговорить. Они ехали из Бёркли. И я засиделся, пока их ждал. Потом они приехали, потом поболтали. Там очень интересная ситуация. Там женщина... Они в Германии живут. Но там женщина и муж из наших, из советских. А муж у нее кубинец. И вот они приезжали сюда. Муж подал на политику. Но, оказывается, у кубинцев там вообще какая-то совершенно особая история. Когда он пробудет в стране год, уже можно будет ему подавать сразу на грин-карту. Вот такая хитрая штука. Так что, если у вас муж кубинец или жена, вот имейте в виду, значит, подавать можно будет сразу на грин-карту. И сейчас вот у него есть разрешение на работу от того, что подали на политику. А дальше они кейс на политику закроют и просто будут получать, значит, для него грин-карту. Такая интересная ситуация. Ну и тут супруга приехала. Ну, в общем, там какой-то разговор у нас был такой по их устройству, что ли, здесь. Какие первые шаги там и так далее. Вот. И они тоже не такие молодые уже, но, в общем, думают о тестировании, понимаете. Я говорю, давайте сначала будем думать об английском. Такая интересная комбинация. Ну, что дальше сказать. Сегодня был интересный день, потому что сегодня у меня начался курс по автоматическому тестированию. Прямо язык болтается, я как-то устал. Значит, курс по автоматическому тестированию. То есть я до этого так один раз провел с элементами, а сейчас уже по полной программе. То есть там где-то у меня будет или 25 часов, или если так плечо раззудится, тогда 30 я поделаю. Значит, эта группа уже, слава богу, тут у нас два месяца отучилась. И так они уже ближе к концу. Поэтому группа достаточно сильная. Ну, такая, как бы, руками хорошо все делают и, в общем, соображают. Более-менее с ними приятно работать. Но большая группа, их там человек 40. Знаете, я вам скажу, трудно сказать, откуда берется столько народа в одной группе. Потому что вот сейчас, так что 1 марта началась, там было человек, ну, до 25, но не больше. А в этой что-то 40, там, то ли там из онлайн подъехало пару человек, то ли там еще что. Ну, вот, очень трудно бывает как-то управлять этим процессом. То ли от того, что у них в субботу, один из трех дней, когда они занимаются, может быть, в субботу меньше желающих. Необъяснимо, короче. Но вот большая группа. И вышел неожиданный для меня момент, состоящий в том, что даже те, которые, казалось бы, там и сидят с компьютером, у нас своих-то 30 штук есть. В классе, там, может быть, даже чуть больше. Но выяснилось, что даже те, которые могли бы пользоваться нашим компьютером, все равно ходят со своим лэптопом. И это, на самом деле, можно понять, потому что наши компьютеры так, как бы, настроены, что они, как запускаешь его, полностью все стирают, что там люди оставляли. И возвращаются в некоторое такое исходное состояние. Хотя там есть фолдырочек, который не чистится, и где можно держать там твои файлы. Ну, в общем, такая вот история. И они предпочитают с собой носить, наверное. И там у кого маки, там разные у кого, значит, соответственно, под Windows. Ну, в общем, какое-то такое разнообразие платформ. И для того, чтобы начать заниматься автоматическим тестированием, ну и программированием тоже, но в данном случае у нас, как бы, для тестирования немножко больше нужно всего установить и отконфигурировать. Ну, по сравнению, скажем таки, с простым программированием, незамысловатым, да, значит, нам нужно еще сверху на него еще кое-что для тестирования установить. Так вот, на наших-то компьютерах, в общем-то, все стоит. А поскольку из этих сорока, там, человек, значит, 30 пользуются своими, то, соответственно, мы до обеда, то есть, грубо говоря, два часа, мы поговорили немножко, там, может, минут 20, и потом перешли к практической части, и, в общем-то, вся эта часть ушла на то, чтобы устанавливать, устанавливать, соображать, почему оно там друг друга не видит, не работает, не запускается. Там еще такая фишечка есть тонкая, что этот самый веб-драйвер, test automation tool, он, в принципе, он поддерживает разные браузеры, но как бы у них вот такой ключевой, это Firefox, поэтому мы с ним работаем, а Firefox, там, последняя версия, я уж боюсь соврать, там, 52-53, я не слежу, но то, что больше 45, мы не хотим брать, потому что веб-драйвер к нему еще не подтянулся, да, то есть, новая версия выходит, соответственно, нужно изменения вносить в код, вот, и они где-то 45-е хорошо работают, а все, что больше, там, начинаются проблемы, поэтому надо было им показать, как установить 45-е, у кого не было 45-е, там, ну, и, в общем, такие тонкие. Вот, так что мы за 2 часа первые успели поболтать, ну, по делу, по делу поболтать, и успели все установить, что надо, и потом уже вот после перерыва, ну, там еще часа 2,5, там, перерыв, и вот 2,5 часа мы, значит, писали автоматический тест, ну, это все с разговором происходит, то есть, я специально сам пальчиками вводил, чтобы по ходу дела комментировать, им тоже сказал, чтобы они пальчиками вводили, а они не копировали ниоткуда, вот, чтобы тоже видеть, что происходит, как происходит сообщение об ошибках, как с ними делаем, и, в общем-то, мы написали такой нехитрый автоматический тест, и на дом им было задано развить его на другие ситуации. Я могу сказать, какой это был тест, мы проверяли, что у нас пользователь зашел в систему, когда у него правильный логин и правильный паспорт, да, вот они, с двумя этими он зашел в систему, и мы проверяем по двум параметрам, два verification делаем, значит, первое, когда он туда logged in, соответственно, его перебрасывает на другую страницу, значит, первое мы проверяем, попал ли он на ту страницу, а второе, там, если у него там логин был Вася, то ему там пишут, ну, вы видели это много раз, там пишут, там, привет, Вася, там, welcome, Вася, вот, значит, мы должны были отловить этого welcome Васю, и убедиться, что он там есть на том месте, на котором должен быть, вот, как бы так, проверили так, проверили так, частично я сам писал, частично они потом дописывали, и, в общем-то, молодцы, потому что я не ожидал, что они так ловко, быстро, и, в общем-то, для меня это было неожиданно, потому что я ожидал, что когда группа 40 человек, я считал, что они довольно долго и мучительно будут все это делать, у них будет валиться из рук, там, не будет компилироваться, какие-то сообщения об ошибках пойдут, я там оббегаюсь с ними, но в итоге оказалось, что единственное, что тормознуло малька, это вот была установка, а я-то сам маком не пользуюсь, поэтому мне пришлось там админа нашего позвать, он там с ними какое-то время, значит, работал над установками, там, по классу ходил, помогал, у кого не устанавливалось, или там как-то они, ну, не знаю что, из 40 человек, может быть, у 7-8 были какие-то проблемы интересные, ну, вот, собственно, и все, а дальше, когда пошло само кодирование, не хочется говорить скрипт, принято, знаете, они говорят, тест скрипт, тест automation скрипт, но Java это же не скриптовый язык, я понимаю, так, когда слово скрипт вылезает, оно такое паразитное, я в себе с этим борюсь тоже, и студентам говорю, что это такой сленд неправильный в нашем случае, но, что тут сказать, скрипты у них шли быстро, уверенно, и они так еще приноровились, я им объяснил, что очень важно не только сидеть и делать, но еще другим помогать, потому что это тоже опыт, и вот это все очень важно, мне кажется, что я их замотивировал хорошо, вот, и они так, знаете, быстренько-быстренько, я даже испугался, что мне не хватит материала на первый урок, в принципе, я уже и второй, второй я вижу уже как бы очень хорошо, а третий так наполовину вижу, но мне нужно просто было убедиться, что происходит в классе, чтобы так уже лучше спланировать и второй, и третий, там и дальше, вот, но я вижу, что такими темпами мы много чего успеем, и я очень-очень доволен был, приятно, когда, знаете, отдача есть, там вопросы хорошие задавали, и, в общем, и у самого так плечо раззудилось, я себя почувствовал моложе на 20 лет, и мы после этого еще там с другими преподавателями, когда все это закончилось, и время появилось поболтать, значит, и вот мы там стали сидеть, обсуждать, там, какие задачки, и пока я ждал, можете себе представить, значит, пока я ждал этих людей, которые приехали к нам из Германии, у меня там был часок, значит, я начал смотреть вопросы, которые ребятам задают на интервью, в данном случае это не на работу, а на интерншипы, интерншипы, у нас есть интерншипы с автоматическим тестированием тоже, и я, значит, а поскольку они вопросы пишут, то у нас Анна Леонидовна подсобрала эти вопросы, там, штук 20 получилось, и было несколько задачек на кодирование, там, в джаве, там, не знаю, там, пару, как в массиве два элемента местами поменять, потом, как найти там в массиве четные, там, значит, ну, скажем, в первых, там, от 1 до 50, как оттуда вытащить все четные, ну, она простенькая, но все равно, знаете, как я же никогда на джаве не писал, потом там, что там еще было, а, в слове Hello World, не в слове, ну, как бы в стринге Hello World найти сколько раз там буква L встречается, ну, соответственно, там можно менять и какую букву, и какой стринг, в котором ты ищешь, но, во всяком случае, я и эту написал, и у меня все это заработало, я был очень доволен собой, почему это все существенно, потому что мы должны их к интервью подготовить, понимаете, вы можете научить человека каким-то там базовым вещам с этой автоматизацией, но если он интервью пройти не может, так что, что-то, и в первую очередь мы хотим, чтобы они проходили интервью на интерншипы с автоматизацией, потому что у нас предложение-то есть, послать некого, в смысле, пройти интервью не могут, вот, поэтому это очень обидно, да, когда можно было бы там 10 человек там отправить, или там за год, может быть, 30, да, и оберут не 30, а только 5 или 6, это что же такое, вот, так что, в общем, я, несмотря на поздний час, нахожусь в состоянии эксайтмента, чего и вам всем желаю, буду докладывать о последующих, значит, там проблемах и достижениях, меня спрашивают уже некоторые, так, знаете, навострились и говорят, а когда вы проведете в онлайне этот урок, я, в принципе, могу в любой момент провести, поскольку первый урок, ну, скажем, даже на два урока, меня уже сейчас хватило бы, но я думаю, что мы, ну, просто назначить надо, вот, давайте сейчас у нас пару выходных впереди, я за эти пару выходных соображу и назначу дату, вот, и мы так от этого будем плясать, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok